Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Сенчуетфул, и мы начинаем прохождение, можно сказать, аддона к игре Staggert Tень Чернобыля Lost Alpha. Аддон под названием Lost Alpha, который все ждали, который все думали, когда же он выйдет, он откладывался кучу раз. Но давайте же начнём. Заставку я скипнул, не знаю почему, но ладно, давайте начнём от начала игры. Не знаю, странно вот с этими текстурами, ну не с текстурами, а с лагами, очень странно. 16-18 фпс, вот это как вообще понимать? То есть это... У меня такой говёный комп, что ли? Что у меня 17 фпс в сталкере. Вот не думал я. Что-то я не могу сказать, что это хорошо. Ладно. Ролик отключить нельзя. Ну сейчас и для прохождения. Блин. Ну, 40 есть, да. Но всё равно поворачиваешься и начинает лагать. Всё причём. Очень странно, я могу вам сказать. На DeroTX10 такого вообще нет. То есть, можно всяких хабов отключить. Так. Посмотрим, изменилось ли что-нибудь. Ну да, стал 130 фпс, но... Так, давайте сразу возьмём снаряжение отсюда. Как вы видите, всё билдовское. То есть, вообще всё билдовское, по идее. Как мы нажимаем фонарик, вы видите то, что... Существует черта, это батарейки, фонарик. Фонарик теперь не бесконечный. Со звуком проблемы. Сейчас у вас игра будет видна по поводу этого. Траблов. Поэтому, извините, вот всё. По пиндоски разговаривают. Нам ничего не понятно, как вы понимаете. Ну, кто-то, может, знающий английский понимает. Я нет. Никогда английского не знал. Пить хотим, неужели? Офигеть. Тут всё стандарта, по идее. Чуть-чуть переименована диалоги. Нам нужно найти артефакт. Как первое билдовское задание. То есть, тут задание будут заменены на билдовское. Я вообще не знаю. Это, можно сказать, даже не мод. Это аддон, понимаете? То есть, 36 фпс. Это, конечно, пипец просто. Видимо, мне придётся ставить статическое освещение. Как у нас с руками? Всё у нас с руками хорошо. Просто как-то странно. Ох, какая вода классная. Анамолис. Хотя 30 фпс не так плохо. Всё равно видео записывается в 30 фпс. Вы ничего, отличий каких особо не заметите. Как бы теперь отсюда нормально выйти? Да, блин. Офигеть, конечно. Блин. Вот представляете? Вот это всё они сделали. То есть, локация-то она есть. Да, такая. Можно скачать. Можно в любой момент поставить. Но вот то, чтобы вот такая вот трава была. Вот такие вот блики. Всё вот это вот. Они сделали только потому, что у них есть, вообще-то, исходники к движку. То есть, они могут сделать всё, что угодно на движке. Вот, допустим, у нас есть ноги. Вот мы можем смотреть свои ноги. Мы приседаем, у нас ноги изменяются. Конечно, кривенько, смотрите, как мы идём. Мы идём, как будто мы пьяненькие. Но какая разница-то вообще? Когда-нибудь видели вообще в любом, в каком-нибудь моде такой? Нет. Поэтому тут столько фишек, сколько не опишешь ни словами. Больше, я думаю, чем в солянке даже. Кто-то скажет, этот мод хуже. Это даже не мод, ребята. Не зря же его делали 7 лет. Он бы не вышел 26-го, если бы его не слили. Он бы ещё разрабатывался года-два, допустим. Так что, это только потому, что слили. Я думаю, патчи ещё выйдут куча разных, добавляющих много всего. Кажется, я нашёл что-то и искал. Так. Нам нужно найти сталкера, у которого флешка. Но вы не думаете, что будет всё так же, как в обычном сталкере. Потому что нам придётся идти, убивать кого-то и так далее. Смотрите. Смотрите просто. Просто смотрите. Кстати, интересно, если реально подбежать к вертолёту, нам прострелят бошку. Скорее всего, да. То есть, я думаю, это прохождение будет интересно всем. Потому что все желали посмотреть на этот мод. Потому что этот мод реально очень крутой. Очень-очень крутой. Давайте, кстати, посмотрим кое-что. Ох, нихрена себе. Такое приближение. Жёсткое приближение. Так. Кстати. Нам нужно поставить патроны. Как видите, его застрелили. Ух ты. Деньги падают в слоты. Обыкновенные 10 рублей. Хм. Прямо реально бумажка 10-рублёвая. Офигеть. Помню, что в билдах, вот я смотрел, то, что я видел, в билдах вроде большинство объектов можно двигать. То есть, вообще очень много разных объектов, которых можно реально двигать. То есть, типа всяких разных бочек, там, тележек. Кстати, ящик. Анимация у ножа билдовская. Анимация у ножа билдовская. Чисто билдовская, как вы видите. Вот. Ух ты. Сталкер. Класс. Давайте поговорим, пацаны. Конечно, вот тут заходит за рамки, но это потому, что у меня такое разрешение стоит. То есть, зелёное то, что могу ему продать. По-английски не переведено. Я так понял, это этот. А, у меня он сразу стоит. Нифига себе. Класс. Дороги ещё с разметкой, видите, вот. В общем, вот эти танки-то мы не подвинем в любом случае. Очень интересно играть. Этот мод, в нём очень много фишек. Я почему-то называю постоянно его модом, потому что я не могу привыкнуть, что это реально целый аддон, который, не знаю, весит хер знает сколько. Киков 20 весит, кстати. Он вместе с игрой идёт. То есть, ссылка в описании обязательно будет, потому что меня тысячу раз спросят, где его скачать. Лучше я уж поставлю ссылку и не буду тянуть с этим. Вам придётся что сделать? Сразу говорю, как установить. Я скину ссылку на группу ВКонтакте, в которую вы должны тоже вступить, по идее. Я не... никто из группы. Меня даже там никто не знает. Я просто говорю то, что эти люди молодцы. Они сделали группу, в которой есть такая темка, в которой написано все ссылки, как установить, написано где скачать, написано всё. То есть, скину ссылку на эту группу, там зайдёте в верхний пост, самый закреплённый в самом верху, откройте скачать и выберите, какой вам вариант интереснее. То есть, ну, то есть, допустим, можно по 4 этих архива скачивать по отдельности. Можно одним файлом торрентом скачать. Это зависит от вас. Как хотите, так и скачивайте. Потом берёте эти файлы и распаковывайте. Если вы скачиваете торрент, то распаковывайте только первый. Он распаковывает сразу все. То есть, в эту папку. Потом нажимаете на сутуп эксы и устанавливаете уже сам мод. Если пишется в лаунчере... То есть, во время установки мода пишется там какая-то, я не помню что. Ну, то есть, кажется, что лаунчер завис. То не переживайте, он устанавливается. Просто это так и должно быть. В общем, вот такие вот пироги. То есть, ссылка в описании будет. Ну, твой связной мёртв, но я нашёл его флешку. Фух, она-то мне и нужна. Мертвец-то там только один был? Да, только одно тело. Тогда у меня для тебя ещё работёнка. Есть второй парень, наверняка. Он на фабрике, на холмах. Ты её точно видел. Ты её точно видел издалека. Ну, по крайней мере. Там бандитов полно, так что... Так что он явно не желез. По мне и вещи его нужны, и... Но мне и вещи его нужны, и уголовникам, чтобы там больше не было. Поговори с волком. Он может дать несколько своих ребят на твоё задание. На такое задание. Хорошо, пойду к нему. Поговорить с волком. Хорошо. Жаль, что они по-пиндоски говорят. Вот от меня печаль. Ну, ладно. Волк, ты у нас в бункере находишься? Да. Нифига себе, волк в бункере находится. Нифига себе. Фонарик у нас тратится. То есть, смотрите, у нас уже чуть-чуть потратилось. Фонарик. Ух ты. Ты что-то не хочешь меня видеть, что ли? Убрал, убрал, не переживай. Привет. Сидорович говорит, что ты мне можешь помочь справиться с бандитами на фабрике. Есть информация и координаты, тебе помогут. Есть информация и координаты, тебе помогут. А новичков пару не дашь? Опыта было... Опыта бы поднабрались. Раз такое дело, Петруха с своими бойцами может тебе помочь. Они уже давненько рвутся пойти и зачистить этих гадов. Больше никого дать не могу. Так что дело туго. Вояки эти сволочи следят за нами во все глаза. Почуют возможность, штурманут лагерь и перебьют нас. Давай так. Если убьешь этих мандюков, дам тебе небольшую награду. Лично от себя. Как тебе такое? Прекрасно. Пойду с твоими. Прикольно. То есть у нас у главного героя есть. Он может говорить и... Это как его зовут? И в рации отвечают. То есть реально круто. Жаль, что по пиндоски отвечают. Но ладно. Бандиты. Значит, сложность стоит самая легкая. Только потому, что я пока не разыгрался и не знаю, что ждать от этого мода. Кстати, вот про это я вам скажу. Вот, допустим. Видите, вот физический объект. Вот. Я думаю, тут, кстати, машины рабочие есть. То есть машина тоже. Двери открываются. Все открывается. Тут, кстати, машина. Ну, это разбитая. О, аномалия. Мы туда не пойдем. Эх, привыкнуть бы ко всему этому. Кстати, давайте посмотрим. Можно прямо меню менять? Худ. Худ. Нет. Меню менять худ нельзя. Ну, ладно. Очень интересно, на самом деле. Жаль, что FPS-а так мало. Ох. Это наши типа? Или кто это такие вообще? Что вы тут делаете, ребят? Зеленое, то, что мы можем продать. Классно, конечно. Вот еще физический объект. С ними можно вообще развлекаться, на самом деле. Можно даже встать в него, то есть. И идти вот так вот. А нет, тут нельзя так вроде. Или можно? Сейчас. Просто занимаемся чушью, ребят. Я знаю, что это чушь. Мне просто интересно. То есть, можно, допустим, закрывается даже все. Ну, классно, короче. Дальше у нас из оружия только пистолет. Вот группа, кстати, которую нам нужно встретить. FPS просаживается до минимума просто. О, они под мостом. Ого, какой мост. Чистый билдовский мост. Офигеть. Смотрите, вот. Вот увидели где-нибудь такое? Я нет. Кстати, вот эти вот блики, это от фонарика типа. Фонарику нужно менять батарейки. Ух ты. Ого. Можно сохраняться, интересно. Да. Фига себе, блин. Смотрите, какие, каким цветом. Первый раз вижу такое. Да, сколько бандитов в лагере? Пять или шесть. Большинство сидит внутри основного здания. Но думаю, что кто-то подлежит вход с севера. Ну что, начнем? По-моему, нет слишком много шума. Пойду один. Хочу попробовать. Мы же не знаем, что это такое, и как тут враги стреляют. А вдруг нам эти ребята еще понадобятся как солянки? Блин, прикольно. Тут интересно. А, нет, чертажи есть. Фонарик включен. Оп, точечка на карте. Ого. Жаль, что они по-английски говорят. Офигеть. Офигеть. Что... Мы сейчас зайдем сюда, что ли? Шкаф. Физический. Шкаф. Попрятались? Сколько их? Одиночка. Ха. У них есть какие-то статусы даже. Фак ю. Офигеть. Ого. Какие? А, у америкосов типа все по-английски. Ну, в смысле, у наемников у них реально по-английски написано, да? То есть, известный наемник, хорошо вооруженный, очень опасен. Витальная информация отсутствует. Эксперт-наемник. Ух ты, с калашами вообще, пацаны. Нормальные такие. Ой, не надо. Офигеть. Офигеть. Офигеть.